Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео я посвящу новинкам нашим по продуктам и по товарам разных, которые за последние месяцы, в последние особенно недели, мы начали производить, получать, ну, если мы сотрудничаем с партнерами своими, потому что все сделать самому невозможно, а много интересного и нужного есть сейчас уже у нас в стране выпускается разными производителями, и поэтому мы хотим донести наиболее полезные продукты до вас. Итак, давайте начнем с наших продуктов, новых. Во-первых, целую серию мы выпустили, наконец-то к этому шли года полтора, вот этих супов сыроедных, это вакуумная сушка, самый высший уровень, какой только существует в плане сохранности питательных свойств компонентов продукта, это порошки, микроизмельченные по составу ингредиенты, которые в вакууме полностью при 20-25 градусах сушились, это полностью сыроедный, уникальный продукт, который просто растворяется в воде, ну, в теплой, там, 50-60, можно и больше градусов, размешивается. Я советую добавлять масло, особенно, например, льняное по вкусу, немного соли, кто соль есть, тоже здесь специально не добавлено для тех, кто ее не потребляет. И, пожалуйста, я сейчас скажу, какие виды, и скажу сейчас по цене, что некоторые скажут, это дорого, потому что действительно, вот 100 грамм, 1100 рублей, вроде бы дорого. Конечно, но с другой стороны, давайте так скажем, вы же не знаете, вот кто так говорит, насколько сложная, многоступенчатая и дорогая технология производства этого продукта. Если бы вы это знали, сами бы занимались производством, вы бы такое, конечно, не говорили. И тут возникает вопрос, или этот продукт выпускать, или его не выпускать вообще, потому что он становится невыгодным в плане производства. Приведу пример. В Азбуке вкус известная сеть московских, питерских магазинов элитных. Продается корейская такая смесь, тоже вроде сыроедная, живая супов, 70 грамм, 1490 рублей. Вот это у нас 100 грамм, 1100 рублей на 70% дешевле. Ну, извините меня, дешевле это сделать просто нельзя. Насколько это полезно и питательно? Очень. Я сам 10 лет не потреблял супы уже, ну и поскольку я, понятно, сыроед, я попробовал. Я вам скажу так, мои любимые, вот мой, например, даже состав сразу прочитаю. Это просто, ну просто сказочный вкус. Это гречневый с грибами он называется. Там в составе, во-первых, гречка пророщенная, а потом в дегидрированной вакуумных дегидраторах, то есть уже не имеющая большого содержания крахмалов и так далее. Это репа, сушеные кусочки, грибы шампиньоны органические, тыква, кусочки, лук, порей, морковь, пастернак, немного совсем соли, поэтому добавлять надо там буквально капельку. Ну, кто любит что-то чуть-чуть соленое, надо. Там сделано так, что человек даже не почувствует. Перец, укроп, петрушка и другие специи. Вкуснятина. Просто вкуснятина. А вообще еще у нас есть какие из этой серии? Борщ. Вот он, я сразу скажу, он такой прям кислый такой, знаете, я бы сказал, это концентрат. То есть тут нужно даже его немного. Кстати, сколько надо? Ну, например, на 300 миллилитров 2 столовые ложки, я считаю, достаточно вот, который грибной или гречневый с грибами. Что касается борща, я полагаю, что даже одной ложки столовой вы сами поэкспериментируете и добавляете туда, например, резаной какой-нибудь капусты, еще что-то там, ну, какого-то салата пекинского, капусты или что-то такое, сами по вкусу, делая, так сказать, у него, ну, может быть, кто чеснок, кто-то, что-то, да? То есть вот, а масло я советую добавлять хорошее, обязательно. Будет вкус один в один, как суп овареного, но, извините меня, живого, с полным усвоением питательных веществ. Это, конечно, небо и земля. Какие еще есть? Тыквенный крем-суп, брокколи крем-суп, значит, грибной с полбой, очень питательный, гречневый. Ну, и другие будут выпускаться обязательно, однозначно. Теперь, сыры наши, которые мы, вот я в видео выпускал на ярмарку Веглайп Экспо, хотел взять, к сожалению, не получилось, не успели. Не то, что сделать, а Роспотребнадзор и другие организации, надо проверить, и чтобы они заключение дали, сколько это хранится, чтобы потом не было проблем точно. Хотя мы знаем, что сколько, но не можем пока это официально заявлять. Ждем. То есть, я надеюсь, к ярмарке ближайшей успеем. Ну, а в прайсах и, вернее, на нашем сайте в каталоге, надгард.ру, будет обязательно, когда будет, он там появится. Будет чуть ли не три вида сыра. Ну, вот так вот. Это, причем сыроедных, я подчеркиваю, не из орехов там и сои, не дай бог, а именно из белка амарантова, конопляного, сорга там и так далее. Так, теперь идем дальше. Три вида смузи. Вот в таких же пакетах. Вот такие смузи будут у нас. Ну, собственно, упаковка одинаковая, и смысл ее показывать. Ну, допустим, вот такой вот смузи. Я скажу состав, наверное, одного. Это смузи черный, так называемый, потому что там вишня, черная смородина, ежевика, черника, кокосовый нектар кристаллический, то есть сахар по-другому, только не сахар, а рафинат, само собой. Веганские сливки, так называемые, это из проросков различных злаков делается, отбираются определенные компании, да и бета-глюкан плюс инулин. Ценейший, полезнейший коктейль для спорта, для занятий, для просто повышения энергетики, для работы ЖКТ, зрения и так далее. Будет зеленый смузи утренний, который для пробуждения, там в составе манго, апельсин, бета-глюкан, шпинат, груша или абрикос, там будем варианты делать и так далее. Следите и просто смотрите их на сайте, да, это безумно и вкусный, и полезный главный продукт, очень быстрого приготовления, все под рукой, минуты буквально и все, готово. Мы выпустили новый шоколад, уникальный, в таких же полкилограммовых пачках, это белый трюсель. Вот в таких вот, посмотрите, кружочках, ну вы знаете, каждой в индивидуальной упаковке, таких штучек 40 примерно в этой большой упаковке полукилограммовой. Состав я его все-таки зачитаю вам. Во-первых, какао-масло, ну понятно, что веганское молочко, это там входит туда из пророщенных риса, овсяного компонента миндального, пророщенных миндаля, молочка, кокосовый нектар, сахар, ваниль натуральный, мадагаскарский, трава и сок как консервант, уникальный вкусный продукт для любителей белого шоколада, как сливочного вкуса, такого необыкновенного, поэтому помимо нашего классического трюфеля, рекомендую вот это теперь новый белый попробовать тоже. Ну, коли так скажу, дорогие друзья, о том продукте, который мне лично больше всех, ну не то, что прям, они все безумно вкусные, ну гордость особая, это так называемый крем-сгущённое молоко. И что делается? Из цельного кокоса путём определённой, так сказать, ферментации и перетирки в вакууме концентрирования, а в качестве связующего, почему она такая тянучая получается, это бета-глюкан. О нём, кто не знает, я сейчас тоже скажу чуть позже, что это такое. Это из пророщенных, из проросков овса мы получаем его. Кстати, его вот мой партнёр, который поставляет, даже экспортирует в Германию. То есть немцы в биомагазинах продают наш бета-глюкан. Что касается этого продукта, это знаете, что напоминает по вкусу, кто вот помнит ещё, в советское время продавали в пакетике заварной крем, болгарский, по-моему, или польский, безумно было вкусно, все дети просто ждали, просили. Ну так вот, это по вкусу то же самое, только живой компонент, все живые компоненты, и это только одна большая польза, помимо безумного вкуса, это просто вкуснятина. Значит, что туда входит? Никакого там нет сахара. Ну, я не имею в виду синтетического рафината, это мы были бы подонками, если бы выпускали хоть что-то, любой наш продукт с сахаром, никогда не спрашивайте об этом. Иногда такие люди на ярмарку 11 тысячи подходят, спрашивают, прям обидно становится. Я имею в виду даже сахар виноградного, сиропа, там топинамбур, ничего нет, только кокосовый, там и так много углеводов. Так вот, кокосовое молочко свежее, амарантовое масло здесь, масло амарантовое, бета-глюкан, токоферол, это натуральный витамин Е тут еще, который, кстати, очень важен для зрения, для кожи особенно, для многих систем организма. Но я скажу, что это органический натуральный синтез, то есть это не химически синтезированный, который в аптеках продается. Когда-нибудь про это я подробнее расскажу. То есть это продукт для здоровья. И скажу вам еще про один уникальный шоколад. Где он? Вот он. Вот посмотрите. Думаете, это очередное, так сказать, что-то такое, но вкусное, обычное. Нет, это необычное. Здесь применена технология вообще другого производства шоколада, особого шоколада. Об этом будет отдельный у меня разговор. Впервые сделали вишню такую. Что за вишня? Вишня сначала, конечно, как у нас в тубах продается, вакуумной дегидрацией. То есть 0,01% влажности в последних пятого поколения немецких вакуумных дегидраторах позволяет 0,01%. Десятки лет хранится, может, в тубе вакуумном без проблем. Но потом это дело оживляется, чтобы была она не твердая, когда откусываешь, а мягкая, нежная. Как? Замачивается и ферментируется это в бета-глюкане. Скоро про него расскажут, видимо, уже вопросы есть, что же такое. И потом закатывается, заливается шоколадом. Это и консервируется, естественно, путем. А главное, когда вы откусываете, такой нежный, мягкий вкус, как будто это пропитано сиропом, какая-то вишня, то есть такая вот, знаете, как вот даже с чем сравнить, ну как варенье, только не такое притерное, а вот прям нежный, вкусный и шоколад особый. Я, дорогие друзья, вот это особо рекомендую. Пока мы поставили цену очень невысокую, по-моему, 1200 рублей, она будет 1500 стоить, и мы решили просто, как это еще мерзким словом, промоушен или как-то так говорится, ну типа для рекламы, чтобы побольше людей их попробовало, сделать цену как на обычное. Здесь дороже производства по всем параметрам. Значит, что там используется? Какао-масло, какао-тертое, из слабо ферментированных, естественно, органических какао-бобов. Кокосовый нектар, его на 20% меньше, чем в обычном рецепте. Ванина, дагасткарская, стручковая, по-моему, бурбонсорт, ну неважно. Значит, вишнемолекулярные сушки, бета-глюкан с пророщенного овса, кедровый лецитин, то есть жмых кедра, грубо говоря, по-другому. Вот что здесь. Теперь давайте я, наверное, вам скажу, что такое бета-глюкан, и дальше по новинкам, причем очень интересным. Как говорится, оставайтесь с нами. Итак, бета-глюкан – это элемент функционального питания, эффективный иммуномодулирующий агент, широко применимый в медицине в том числе. Давайте, например, скажу, как. В качестве лекарства бета-глюканы входят даже в программу внутривенного применения, в инъекции, в мышцы. Это применяется, например, при раке, при онкологии. Например, введение подкожно при раке кожи. После операции для предотвращения инфекции, для стимулирования иммунитета у людей с такими заболеваниями, как ВИЧ, то есть СПИД, и вообще ослабленный иммунитет. Поэтому это мощное иммунное действие везде, где он входит у нас. Значит, ну и подробно у нас на сайте надгар.ру вы найдите бета-глюкан, он есть концентрированный. Сейчас скажу, как его концентрированный применять. Вот именно он во всех наших продуктах, куда он входит. Механизм действия бета-глюкана в организме. Он способствует снижению уровня холестерина в крови, путевом предотвращении всасывания его из пищи в ЖКТ. Играет роль в иммуномоделирующих агентах, то есть участвует в регуляции иммунитета и его укреплении. Стимулирует активность иммунных клеток, в том числе универсальных макрофагов, захватывающих попадавший в организм, ну, вот эти антигены. Потом происходит выделение токсинов, более активных из организма, химических веществ, позволяющих иммунным клеткам, ну, собственно, наиболее сплоченно работать уже в иммунной системе, согласованно друг с другом, тем самым, поскольку меньше токсичных веществ в организме. Какая дозировка? Детям до 6 лет 1 чайная ложка в день с утра, перемешать в тёплом каком-то там напитке, том же какао нашим, тёплом горячий шоколад, так называемый этот натуральный, живой, и смузи, пожалуйста, так сказать, и пить. Можно в блендере, ну, понятно, курс 1 месяц, хотя бы перерыв месяц, 2, а потом опять для укрепления иммунди. А спортсменам, людям, которые требуется большая физическая нагрузка, тяжёлый труд, спортсменам, больным, кому нужно восстановиться после болезни, тем более инфарктах, инсультах, например, 2 раза в день по одной, столовые ложки в любые напитки, в любые вот эти какао живые, желательно наши и так далее, ну, чтобы не варёные, не жареные гадости. Курс 2 недели, перерыв 2 недели, и так делать. Так, теперь, идём дальше. Значит, вот сельдереевое масло новое, очень полезная штука, потом на сайте почитайте, что зачем, а то и так растена запись. Это не наш уже продукт, вот этот экстракт подсолнуха, подсолнечника, правильно сказать. Значит, это производители, те же ребята, наши знакомые, кто производит вот этот протеин, уникальный 82% полипептидных цепочек, то есть лёгкие усвоения аминокислоты, именно, да, где там все 88 незаменимые, 26-26, которые можно в качестве добавки для того, чтобы мышечную массу восполнить, ну, и при физически активных нагрузках потреблять, а вот это, я вам так кратко скажу, что здесь по минеральному составу очень интересно, так сказать, например, калия, миллиграмм на килограмм 28100, при том, что железный, при 250, что тот, в общем, это для сердечника, в первую очередь, я, ну, вот допустим так, он применяется, как написано, в качестве дополнительных источников полисахаридов, это правда, полифенолов, аминокислот, незаменимых аминокислот, макро и микроэлементов, это так, подробнее, смотрите, что это такое, какие его свойства, на моём сайте надgar.ru, найдите экстракт подсолнечника, и смотрите внимательно, новый продукт фукуса, вы помните, это в банке, это минералы, гелеобразная форма фукуса, только вот это натив, наша гелеобразная форма, а теперь новый продукт, он уже продаётся, но люди просто, видимо, не обращают внимания, значит, это рекуператор, что это такое, это мазь-крем, для чего? Ушибы, растяжение, коленку повредили, ещё что-то, смазать срочно, и несколько раз в день мазать, боль уходит, и воспаление очень быстро. У нас есть письмо, надо опубликовать, сегодня как руки не доходят, опубликуем, от футбольной команды, когда они пишут, вот поразительные, так сказать, вот вещи описывают, ну, я скажу про своих детей, у меня старшая, например, потянула коленку, думала, что к врачу надо, и я говорю, ерундой не занимайся, помажь, помазала, всё, через 20 минут, вот что это такое. А помните, ну, я не знаю, сколько мне пишут люди, а вот теперь в Коралл-клубе, или не могут найти, или дорого, я не помню, почему там про белую глину, ну, когда в процессе системы очищения, белая глина, да? Так вот, дорогие друзья, у нас наконец-то есть белая глина, коленовая, настоящая, вот 250 грамм, там, ну, что-то там 250 рублей, грубо говоря, даже может быть дешевле от количества, ну, то есть это раз там 8-10 дешевле, чем в Коралл-клубе, например. Имейте в виду, найдёте на сайте. Так, теперь, новый продукт вместе с сырами, сейчас скоро выйдет, но показываю уже, когда вы будете смотреть, может, уже и выйдет. Видите, вот такие гранулы? Вот это будет, конечно, красивые упаковки, это просто я показываю, сейчас пока это всё, пробники такие. Это уникальный, вот как корм для кошек и собак, строительный, элегантский наш сейчас. Многие люди едят сами, и кто-то засмеётся, скажет, ну, что же, а потому что нет такого корма для человека, такого сбалансированного в природе, как у нас вот этот уникальный корм для кошек и собак. И люди его едят, рады, и, так сказать, он кому-то даже вкусен. Так вот, мы сделали примерно то же самое для человека. Гранулы, это как бы как типа фарш, то есть концентрат аминокислот, там, минералов, ну, то есть белки, да, протобелки. Соответственно, это можно в супы. Кстати, вот в тот же суп, как я сказал, вот эта вот гречка с, например, да, там с грибами, вот это сказочно дополняет, вот именно вот это, сказочно дополняет масло туда, вот это, немножко соль. И знаете, что ещё? Вот я прямо вот это советую попробовать, как я вам сказал, вот именно этот суп, который гречка с грибами, вот с этим, чуть-чуточки кинуть туда, да, маслица немного. И вот это, это просто сказка. Это не наш продукт. Ребята выпускают в Ведфуд, значит, овощные хлебцы капусты. У нас теперь в прайсе это всегда будет. Знаете, почему я их выбрал? Я вот очень много у них пробовал, у них там видов 20. Два хороших, вкусных, на мой вкус, а у меня вкус хороший. Я понимаю, что на вкус и цвет, но вот с морковью, попробуйте, ну, блин, гадость, ну, для меня, ну, не хочу никого обидеть. А капустные вот эти, на ржаной закваске ферментированные, это просто прелесть. Причем это действительно. Вот они пишут правильно, ну, там без дрожжей, богат клетчатка, бережная сушка, там, понятно, цельнозерновой ржаной биомуке еще. Они ферментируют ее. Получается, знаете, вкус, ну, как пирожки, типа вот капустные пирожки, типа такое, что-то напоминает. В общем, тоже хороший очень состав. Укроп, перчик душистый, такой-сякой и так далее. Очень вкусно. Советую. Ну, витамин, понятно, ПП, Е, Бэшка почти вся, кранга 12. Вот с этим грибным супом, гречневым, вот это, ну, это вот просто, я не знаю, любой, вот просто, вот, знаете, любой толстопузый мясоед, который, так сказать, ахайник, глумливец, ну, такого возьмем образ, да, такого человека, знаете, наверняка таких, вот дать ему это поесть, ну, я не знаю, это надо быть просто, назло только сказать, что это не бесподобно, это в человеку с обычным вкусом. То есть, человек просто может, теперь не меняя вкусы, спокойно вот таким образом переходить на живое питание. Ну, неужели это не прекрасно? Я понимаю, что сейчас найдутся, кто скажет, лучше только фрукты, зачем? А затем это, что люди большинство слабы, и они хотят вкусов. Так мы даем им вкусы, вы посмотрите, отзывы от шоколада, когда у людей даже заболевания проходят. Потому что правильно Гиппократ говорил, что пища лекарством должна быть, если она живая, пища от природы, а лекарство пищей. И вот поэтому наши вот эти вкусные продукты, это неизмененные от природы компоненты, и мы их максимально подбираем по совместимости, чтобы они работали сообща и не вредили, что называется, усвоению друг друга. Там еще и томатные их лекции, вот эти, этой же фирмы вкусные. Но цена та же будет у нас, как и у фирмы, поэтому, как говорится, а вот у других ребят мы сейчас нашли очень интересных. Своё хозяйство, у них в Подмосковье, в чистом районе, мы это проверили, они делают хлебце, вот, например, с клюквой. Знаете, я сам не люблю, как думаю, но это несовместимо. Посмотрел, ну, в смысле, по вкусу, не по составу. Очень вкусно, очень необычный вкус. Разные, особенно, знаете, овощные, вот с сельдереем, без соли, вообще абсолютно, вот многие хотят без соли, вообще, вкусный. В общем, пять видов будет, это чуть позже. Так, чтобы не забыл, так, теперь это не еда, но шунгит. Да, многие продают шунгиты, сайты и прочее. Значит, я могу точно сказать, что это именно месторождение шунга в Карелии, я там был лично несколько раз. Это измельчённые для удобного, скажем, ассорции и отдачи элементов, вот эти фулерены, так называемые. В общем, у меня подробно, я прям специально сделал, потрудился, посидел несколько часов и я написал такую микро статью, ну, на страничку, да, 4 формата, на моём сайте надгар.ру заходите и смотрите, зачем и как использовать всё сказанное там. Ну, и, наверное, пожалуй, последнее, а, не последнее. Вот смотрите, дорогие друзья, с луком повозились, скажем, этим летом, мы много лука получили именно из Пушкинских гор. Значит, я советую вам всё-таки попробовать этот лук. Это голландская селекция, это именно сорта, просто очень устойчивый к болезням, это сладкие сорта, то есть репчатый лук, не который, ах, прям жор, там вообще невозможно сырым, да, ну, там салат ещё как-то, а так, вот его можно так есть, ну, с каким-то соусом, там, грубо говоря, там, с салатом вместе, в прикуску. вот, и это очень качественный лук, выращенный на почве, который мы удобряли, естественно, золой, который мы удобряли, билгумусом нашим. Так, что ещё я хочу сказать? Ну, хочу я сказать о продукте, о котором отдельно не снимал, это порошок баубаба. Да, это Африка, это очень интересный состав, это иногда, в определённых случаях, действительно, стоит его даже потреблять, знаете, как, не буду говорить, есть подробная брошюра, она в электронном виде на нашем сайте, вот этот товар, баубаб, найдите порошок и почитайте, там смотрите подробнее. Кстати, про бета-глюкан, там вот это описание есть тоже, и потом внизу ещё, с синеньким, по-моему, подробнее о загустителях в наших соусах, и там подробнее найдёте. А теперь я хочу ещё сказать, что мы решили продавать некоторые книги, быть может, мы разовьём это немножко, это направление, я просто хочу посмотреть, какая будет обратная связь, если вы, дорогие, зрители, покупатели будете их брать, то я буду всё-таки стараться работать с разными книжными издательствами, чтобы, естественно, по тем же ценам, как и книга-издательство продают, чтобы вам было удобно просто в одном месте взять, и мои советы, опять-таки, книги, некоторые брать, которые очень будут нужны, ну, в частности, вот давайте скажу вот о чём. Вот я покажу вам несколько книг сейчас. Это книги, ну, грубо говоря, проекта «Сталинский букварь». То есть, те учебники и те пособия методические, которые откроют, ну, скажем, глаза на многие вещи и на то, какое было образование раньше, почему сейчас не такое, для каких целей, чему же учились дети раньше, кого же воспитывали, ребёнка, человека, какого делали. Ну, я имею в виду, например, вот как вы думаете, если была наука-логика, изучалась в средних классах, в средней школе, и старшей, ну, кого растили? Думающего человека, свободного, или раба вот такого вот, который логику учит, науку? Это кому, какому государству нужно? Вот есть критерии истины. Так вот почитайте, каждому нужно, даже теперь уже и взрослому человеку, вот этот, по крайней мере, учебник обязательно берите, просто категорически берите. Методика преподавания алифметики в начальной школе. Психология, естественно, 54-го года учебник. Это переиздание, разумеется, новое, как вы понимаете, да? Воспитание воли школьника. Раньше были вообще отдельно, не только преподаватели, и там, учителя по предметам, но и воспитатели. А этот, про воспитание воли, фактически вы станете воспитателем хорошим. Методическое руководство к букварю. Значит, методика чистописания, что очень важно, потому что это вырабатывает характер еще. Ну, а это уж начальная школа, вот, настольная книга учителя, просто для любого педагога, как основа основ. Ну, и для любого человека, вот, например, эко-поселение, родовые поселения, где сами решают детей обучать, но это просто необходимо, чтобы нормальных детей воспитать. Кстати, я вообще советую, ну, нас пока нет, но вот, Сухомлинского купить, письма к сыну тоже почитать, да. И еще, дорогие друзья, у нас скоро будет такой продукт, а я советую приобрести, может быть, захотеть, вот такую книгу про цикорий. Ну, на самом деле, их две, я как-нибудь потом отдельно видео по цикории сделаю, покажу их обе, что я советую. Мы нашли поставщика, производителя в Тульской области свои, но хозяйства и технология производства натурального цикория, корня, причем не только корня, она до 40 градусов. Это очень полезный продукт, если он не обжарен. Так вот, он будет такой стружкой, очень вещь полезная, как разведя водой в салаты, и там будет масса применений, их, собственно, сотни вариантов. Будет, знаете, что самое удивительное, из листьев сельдерея, из листьев, ферментированный чай, наподобие гранул, как иван-чай у нас продается, а совмещая их с иван-чаем, это просто полезнейшая вещь. Вот советую, кстати, вкусные и полезные. Попробуйте вам, обязательно брать эти чаи у нас. Ну, и будет порошок, такой в тубах, чтобы просто кинуть в салат немного порошка корневища цикория. Ну, вот это будет тоже, таких три продукта из цикория. Полагаю, в ближайшее время будут еще новинки, о которых я скажу позже, ну, а пока вот такое общее, так сказать, думаю, ничего не забыл. Конечно, у нас появился, кстати, опять мед вот в этих дубовых коробочках, и этот мед, это языки, которые дикие собираются, значит, и другие виды меда, смотрите, обязательно приобретайте. Кстати, будет перга еще в баночках, распасовку пока ничего не знаю, будет позже, скажем. Ну, вот, собственно, наверное, и все пока что. Не забывайте, что для жителей Москвы, Подмосковья, ближайших городов и гостей столицы, к нам многие приезжают, и вон, и из Сочи, и из Петербурга, так сказать, на ярмарки, которые проходят раз в месяц, каждую последнюю неделю, месяца, в субботу и воскресенье, вот, приезжайте, если вы подписаны на мой сайт, хорошо, вы получите и так, а если нет, то подпишитесь на сайте надгар.ру, внизу на рассылку, и вы будете получать уведомления, когда ярмарки какие, то есть вы не пропустите, а то спрашивают, ну, вы подпишитесь, вот спрашивают сотни людей, ну, невозможно же каждому объяснять, соответственно, подписывайтесь, приходят рассылки, что вот, приглашаем на ярмарку, там будет то-то, то-то, вот, надеюсь, и на ближайшую, и потом будем вывозить основные, ну, наши точно, 100% уникальные, вот эти разные товары, продукты, но помните, что, значит, заранее лучше заказывать, поправить с листом на ярмарку, чтобы просто заказ уже был собран, и также заказывать по каталогу заказа, делать нашего общего, так сказать, интернет-магазина, ведь дело в том, что мы с собой берем, ну, процентов 10 от наших продуктов, мы же не можем на ярмарку взять все, помните, а то некоторые приезжают, и говорят, а вот конопля, там, лен, там, амаранты, мы говорим, дорогие друзья, ну, заказывайте через сайт заранее, скажите, привезите сюда примечание, укажите на ярмарку, потому что мы же не можем эти тонны с собой брать, правда, ну, вот, а для жителей других городов, страны, неважно, мы ваш заказ просто перешлем вам в любой город страны, город нашей страны и другие страны, на Украине есть просто представитель нашей лавка, Фролова на Украине, да, в магазинах в Москве, если вы немножко хотите чего-то заказать, то, пожалуйста, есть лавка на Беговой, на Даниловском рынке в Москве, в центре, лавка Фролова есть, и там можете заказать, вот, а лично у нас, наш сайт надгард.ру, там уже все полностью, весь ассортимент, и, пожалуйста, в любой город страны отправим, делайте заказ, по форме с вами свяжутся, не задавайте никаких сначала вопросов, уверяю вас, все просчитано уже давно, система отработана, и поэтому с вами свяжутся, и все вопросы в формуляре, формочки там спокойно, вы запомните, и никаких проблем тогда не будет, недопониманий. Ну, собственно, вот и все, поэтому, кто может, приезжайте на ярмарки, кто нет, никаких проблем, отправляем вам на дом. Ну, доставка по Москве тоже, понятно, есть, это, естественно, возят наши уже курьеры, а также можно заказы оставлять в лавках, просто если они более-менее крупные, а по мелочи и так, сами там купите, просто зайдите в магазин, и, пожалуйста, приобретайте для жителей этой Москвы, говорю. Все, дорогие друзья, до новых встреч, всего вам самого лучшего, до свидания.